В прошлом ролике я сбил какую-то бандитскую псину, на что я получил немного негативной реакции. Ну что ж, псина и банда нашла меня, пока я затаривал спайсы, дизоморфин и винт в местной пятерочке. И я получил такой пизды, какой вы не получали даже, когда ваш дед пиздил вас за поломанный велосипед из жены и 5 рублей. Когда я пришел в офис к моим спонсорам ради обсуждения планов моей гоночной карьеры, я увидел нарисованный хуй на моем мониторе, и спустя пару секунд мне дали такой поджопник, какой вы и представить не сможете. Директора сослались на то, что я ебаный торчок, и в гонках мне не место. Я шел домой без денег, и думал чего бы мне поесть, пришлось вызвать бомжа на кулачный бой и отжать у него кошачьи консервы и банку собачьего корма. Бомжа вам не жалко, неженки? Вы знаете как плющит от собачьего корма? Если вы еще живы, значит нихуя вы не знаете. Я проснулся под своим столом, по моей квартире какого-то хуя бегло штук 30 псов и мне пришлось всех их выгонять нахуй. После, охуевший от таких новостей зритель, жалился от того, что мне больше нечем заняться, и пригласил меня на местную тусовку дрифтеров, за что ему спасибо. После того, как, спустя неделю, мой модем на 56 килобайт загрузил все ебаные моды, я наконец-то зашел на сервер. А спустя 5 секунд вылетел нахуй, так как моя игра зашипела и начала плеваться пеной от всех этих модов. Пришлось погладить ее полчаса, чтобы успокоилась. Я зашел на сервер и залез на стену повыше, чтобы высоко стоять и сразу всем показывать, что я тут, главное не хуй им тут въебываться и понты бросать. Так ладно, мы же не какое-то MLB. Пора завязывать смотреть эту хуету. Оказалось, участники тусовки поели моего собачьего корма и передознулись. Как нарки из-под какого-то питерского моста, поэтому на сервере никого не было, хоть тусовка и планировалась в группе ВКонтакте. Поэтому я решил не ждать местных учителей и мастеров дрифта, а показать вам все сам, я ведь тоже заебись. Первым делом надо разобраться со стенами. Схера их тут так много. Мне стены от ибучих сраных, властей на Нортшляйфе хватало, тут мне стены не нужно. Чтобы разобраться со стенами, и башьте их бамперами, чтобы сучары знали свое место. Ай, контратака. Ибаная стена ходила в спортивные секции, а рукоприкладство в детстве ибануло меня, как кавказские парни башут говников, теплыми летними вечерами в Москве. Может я и получил пизды, но я гордый и я покажу местной стене, кто тут батя. В общем, мною было принято решение брать скоростью. Я разогнался, набросился на стену и улетел прямиком в ад. Не растерявшись, я сделал полицейский разворот, как меня учили менты, споймавшие меня на той неделе, и напал на стену с другой стороны. Однако, был отброшен ловким боевым приемом. К нашему сожалению, у нас не получилось особо подрифтить. Так как сами мы не очень, а все дрифтеры траванулись собачьим кормом, и именно поэтому мы взяли старые, как ваша прабабка, суперкоры и поехали наворачивать круги по горной трассе, как вы наворачивали круги вокруг казармы в армии. Немногим позже мы встретили сумасшедшего. Он преследовал нас, а еще он сигналил нам, что ему нужно. Я догнал моего приятеля, и пока я еду вместе с ним, я поведаю вам немного гоночной теории. Когда машина подскакивает, неважно от чего, и приземляется обратно, вся магическая энергия поглощается амортизаторами и превращается ими в тепло, которое из амортизаторов идет прямо вам в жопу, от чего вы охуваете и начинаете дергать руль еще быстрее, чем дергали свой отросток, когда только научились дрочить. Что надо делать в таких ситуациях? Вот вам еще немного ценных знаний. На велосипедах тормоза ставят лучше, чем на старые суперкоры, а приятелей в беде бросать нельзя. Тут лес, медведи, бомжи, извращенцы и свидетели, мать их и говы, его же изнасилуют все они сразу, не успеет он из машины выбраться. Поэтому достаем член, ой, точнее, включаем заднюю передачу и тормозим ею. Включая заднюю передачу, вы активируете механизм охуевания коробки передач, и это может быть опасно в реальной жизни, так что обязательно попробуйте, но только когда вся ваша семья будет ехать вместе с вами, чтобы впечатлить их полученными навыками. Наверное, на сегодня все. Админ дрифт сервера, передавай привет вот этой вот саной стене, имея в виду, в следующий раз я под нее обязательно нас. Надеюсь вам понравилось, лайкайте, подписывайтесь и пишите в комментариях чему хотите научиться и что вам надо объяснить. Не смотрите долго телевизор, заправляйте рубашку и не дружите с хулиганами. Мне пора идти и дергать свой ручник, сидя перед спящим бомжом и под музыку из охотников за привидениями. Субтитры сделал DimaTorzok